МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поинтересовался досугом пациентов, проблемами учреждения, в том числе речь шла о кадровом дефиците. Также парламентарий посетил Киченеровский район. Известный хирург осмотрел ход строительства Хурула, побывал на площадке строящегося сельского дома культуры в райцентре на 260 мест, побеседовал с представителями подрядной организации. Отмечено, что работы идут полным ходом. Согласно утвержденным планам, Башенкаев также побывал в Киченеровской многопрофильной гимназии, где оценил качество выполненных ремонтных работ. Приятным завершением визита Бадму Николаевича стало посещение уже отстроенного объекта новой детской игровой площадки, которая была установлена по инициативе Башенкаева. Это уже второй объект, подаренный им ранее. Детская площадка была установлена на въезде в поселок Киченеры. Продолжая выпуск, в Сарпинском районе открыли парк. Реализация проекта стала результатом сотрудничества региональных властей и местных жителей. Там высажено множество красивых цветов, обустроена зона отдыха, установлены скамейки и фонтан. А в рамках Дня села Садовая состоялось торжественное открытие обновленной сцены. Формирование комфортно-городской среды Садовско-сельское муниципальное образование на 2020-2024 года. В данную программу входит у нас ограждение, освещение, 9 фонарей, сцены у нас, скамейки. Сейчас у нас в данное время два места. Это парк наш и площадь. Это места, где наши жители села Садовая проводят свое свободное время. У нас идет работа по облагораживанию придомового участка на улице Бабичева. В плане у нас работы по реконструкции, по ремонту нашего мемориала. И у нас тротуарная дорожка идет по улице Зунова. Это то, что мы планируем до конца года закончить. Отмечу, что ранее в рамках программы устойчивое развитие сельских территорий был отреставрирован Садовский дом культуры. Сейчас здесь действуют различные клубы и кружки, которые с большим удовольствием посещают жители села. У нас в учреждении четыре коллектива самодеятельных коллектива, два детских коллектива для взрослых, два пятнадцать клубных формирований. И в средней численность посещения наших участников художественной самодеятельности и клубников 165 человек. Приобрели вот буквально совсем недавно ростовую куклу, которая является, мы выезжаем по заказу для поздравления, и она является нашим участником наших мероприятий для детишек. На стыке истории и современности в Калмыке отметили фестиваль культуры и спорта «Кони ветра». Следуя идее и знакомство с традициями, творчеством и ремеслами калмыцкого народа, участники уникального мероприятия смогли не только интересно провести время, но и научиться чему-то новому. На интерактивных площадках гостей жителей Степной столицы учили готовить национальные блюда, исполнять калмыцкие танцы, изготавливать буддийские молитвенные флажки «Кимерон». А еще можно было освоить старокалмыцкую письменность «Тодобичик». Мы сейчас находимся в самом разгаре фестиваля «Кони ветра». Это ежегодное, теперь уже туристическое событие, масштабное, крупное, интересное, где можно познакомиться с культурой калмыцкого народа. Вы видите, здесь все национальное, да, сегодня? Мастер-классы национальных наших народных умельцев, мастер-классы детские, для того, чтобы они знакомились с калмыцким костюмом, с калмыцкой национальной кухней. Мастер-класс по калмыцкому танцу прямо сейчас, вот мы наблюдаем, он идет. Мы очень готовились и хотели приурочить это мероприятие еще ко Всемирному дню туризма, который прошел у нас 27 сентября и празднуется ежегодно во всем мире. Считаю, что туризм в Калмыкии наш очень перспективная отрасль, у нас очень много интересных мест, мест силы, и мы все сделаем, ну, как бы стараемся делать своими событийными мероприятиями. Организовывать такие площадки, организовывать такие праздники для эллистинцев – это радость. Прийти в свободный выходной день с детьми, змеи запускать, здесь разные различные мастер-классы, прекрасная новая сцена, прекрасная аппаратура, концерты. В общем, я смотрю, здесь до самой ночи будет прекрасная программа, и я очень рад, что у нас формируется новая площадка в городе, такая для отдыха, для всех туристов наших, которые посещают нашу Калмыкию и нашу лесу. Любители спорта стреляли из лука, пробовали силы в калмыцкой и монгольской борьбе, катались на верблюдах, лошадях. Разнообразной и привлекательной стала концертная программа с участием творческих коллективов в республике. Участники уверены, что фестиваль по праву считается местом протяжения людей, которые вкладывают немало сил в сохранение родной культуры, смело воплощая идеи и мечтая, чтобы о Калмыкии знали не только в стране, но и во всем мире. Мы приехали из Волгограда, о фестивале узнали из социальной сети ВКонтакте. Впечатления самые положительные. Уже успел «Змея воздушного» запустить. Очень забавно. Очень красивая музыка. Ни разу еще не были здесь. Сейчас немного здесь погуляем, потом пойдем в город смотреть местную архитектуру. В соцсетях вчера прочитала за этот праздник. И решила все-таки притязь. Ну, здесь я, будем говорить, в отпуск приехала. Хотя я местная, прожила почти 70 лет здесь. Но тем не менее. Причем мне нравится. В праздник я слышу, когда слышу вот звуки калмыцкой музыки, все, мне хочется пустить в пляс. И как-то вот абсолютно, что кто, что. Люблю свой родной язык, люблю свои родные песни, танцы. Знаю свой родной калмыцкий язык, но приходится разговаривать порой на русском. У них все понимают. У нас вообще все понравилось, потому что здесь очень классная атмосфера. То есть и для детей, и для взрослых. Можно найти любую продукцию, да, то, что производят в Калмыкии. Мы сходили, покатались на верблюдах, лошадях. Детям очень понравилось. Также здесь были мастер-классы по калмыцкой танцу, где покушать можно. То есть вообще очень понравилось все. В Калмыкии отметили годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонской областей. С Россией школьники и студенты образовательных учреждений республики приняли участие в красочном флэшмобе в честь новой памятной даты в истории страны. Выстроившись на главной площади листы, они сформировали значимую цифру 89 по количеству регионов в Российской Федерации. Действительно очень памятная дата, знаменательный день в истории нашей великой России. В нашем университете, калмыцкому государству, обучаются ребята из 52 государств. И, конечно, наша задача, чтобы они дружили между собой. Что такое этот флэшмоб? Почему он посвящен? Он посвящен дружбе, солидарности, единству. Мы жители многонациональной страны, и мы должны поддерживать друг друга и быть в единстве. В этот же день состоялся красочный концерт. На площадке культурного центра Родина объединились жители многонациональной республики, что свидетельствует о всеобщем единении и поддержке. Сегодня мы одна страна, сегодня мы празднуем много праздников, в том числе один из них – это день воссоединения новых регионов нашей республики. Поэтому поздравляю всех жителей республики с этим большим праздником, пожелать мира, синего неба над головой, всего самого лучшего. За минувшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 18 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, задержано и отстранено от управления 25 водителей в состоянии опьянения, в том числе три гражданина, ранее лишенных права управления. На основании информации, полученной в режиме автоматической фотовидеофиксации, вынесено 4 655 постановлений об административных правонарушениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова